Уважаемые телезрители, сегодня следующая водохозяйственная обстановка на реке республики и территории республики Саха-Якутия. Пожалуй, начну с крупных рек. Река Лена еще находится на территории Иркутской области, 230 километрах около села Коршунова. Но, учитывая скорость ледохода, через полторы-двое суток будет первым в населенном пункте нашей республики поселка Витим. Поэтому, можно сказать, что сегодня оправдывается прогноз Якутского управления гидрометслужбы. 12-14 это ледоход, сопровождение на территории Ленского района. Но из других рек сегодня, значит, активно ледоход продвигается по реке Амга, ниже критических уровней. И сегодня нижняя кромка находится в районе села Мяндиги по реке Амга. Но такие небольшие подвижки уже идут и в Мяндигае. Местная подвижка также произошла в Татинском районе, это в селе Харбалах. По реке Алдан картина у нас более другая. Там, значит, так как река Алдан протекает по теневой стороне от гор, сегодня вскрытие, ну, на первом посту это сонный тит. Пока еще не произошло, но мы на днях ожидаем вскрытие на верховьях реки Алдан. Готовится лед, потемнело по реке Белюй. И также сегодня наблюдается ледостав, но, опять же, мы буквально вот 5 дней ждем. Идет, начинается, ну, сильное потемнение, вскрытие по реке Марха. Вот. Первая фаза, значит, паводка у нас уже проходит. В пяти районах на сегодня, значит, 130 дворовых территорий, они находятся под небольшое затопление. Это Горный, Намский, Берхневлюйский, сегодня с утра дали информацию от села Атовья, Берхневлюйского района. Также Мегано-Кангалаский район, есть затопленные участки. Сегодня как раз идет снижение наружной температуры. Это помогает для вскрытия рек, ну и, конечно же, на оттайку снега, которая, значит, накоплена в тайге, в бассейнах Малых Рек. Поэтому мы, как и предполагалось, ожидаем снижения уровней и в горном районе, в населённых пунктах. Это Юрть, Магарас и Бешкёль. Такая же картина у нас и происходит в зарежной группе улусов. Вчера мы активно анализировали и мониторили село Кочо на Харинского наслега. Там, значит, в связи с тем, что проходит через село три ручейка, опять же, было накопление воды. И мы сегодня как раз вот проходившим комиссию по чрезвычайным ситуациям под руководством головы республики проанализировать и мониторить, и принять решение или провести проран через автомобильную дорогу Нижнего Вестяга МГА, или оставить и искать другие варианты. Поэтому, в целом, сегодня оперативные группы главного управления МЧС, они уже выехали. Группа Лена уже находится в городе Ленске, ожидают ледохода в Ленском районе. Оперативная группа Алда находится в Алдане. Оперативная группа АМГА находится в самой АМГе. Ну и оперативная группа ТАТА работает в Чоропчинском районе. Пусть вам силы и средства Якутской территориальной подсистемы НСЧС готовы к встрече и сопровождении беседы для дохода.